МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Экспозиция музея размещается в здании правления бывшего колхоза, где Аркадий Александрович работал ряд лет в качестве писаря сельского совета и секретаря Камбеда. Наши зрители, когда входят, вот такой маленький вход, прям с таким удовольствием, наслаждением, и главное, мы им говорим, вот вы поклонились сюда, вошли, чтобы не ушибить голову, но главное – поклон вот этим людям земли. Вот что сверху фотопортреты, жители Преслонихи, то поколение людей, с кем жил наш великий живописец земли русской. В витринах размещены подлинные вещи из мастерской Аркадия Александровича. Его палитра, тюбики с красками, лаки, волшебные кисти мастера. Рядом этюдник, складной походный стульчик и большой полотняный зонт. Их брал художник, когда шел гулять по окрестностям. В экспозиции также можно познакомиться с детскими книгами, которые оформлял Пластов. Ежегодно в дни Пластовской осени в музее появляются работы великого мастера, хранящиеся в семейном фонде. На этот раз внук художника Николай Пластов предоставил пейзажи. На них, конечно, Преслониха и ее окрестности. Также во время Пластовской осени в музее открываются выставки ульяновских художников, которые на своих полотнах воспевают родину Пластова. В этом году представила выставку картин с любовью к Преслонихе Людмила Слесарская. В своих работах художница запечатлела деревенский быт – это взгляд изнутри. Каждый предмет, который изображен на картинах, содержит свою судьбу, жизнь какой-то семьи определенного времени. Те крупицы, которые мы собираем, старины в своих работах, они исчезают. Все меняется на глазах буквально каждый год, когда ты приезжаешь, ты видишь, что все изменилось настолько, что ты не узнаешь этого дома, потому что сняли наличники, ты не узнаешь этой улицы, потому что закрыто все уже железными заборами. А напротив дома Пластовых есть еще один музей – Народная школа, в которой три года вместе с другими деревенскими детьми учился будущий художник. Экспозиция музея настолько точно передает обстановку церковно-приходской школы, что кажется, что переместился в начало XX века. Старинные деревянные парты с откидывающейся крышкой, школьная маленькая доска на ножках, а на стенах – иконы. Здесь у нас есть книги церковные, ведь раньше первый урок всегда был урок Божий. Учили молитвы, и деревенские ребятишки все это знали. Сам Аркадий Александрович, ведь он у нас, как сказать, после этой школы-то пошел учиться в духовное училище, потом в духовное семинарие. Это мечта была отца Александра Григорьевича Пластова – видеть сына в сане священника. Но детская мечта все-таки победила. Аркадий Александрович стал художником и показал всему миру, как живут деревенские люди. Ирина Антонова, Александр Кудряшов. Новости Уллправда ТВ.